всем привет дорогие друзья сегодня мы смотрим такой вот самодельный озонатор на пластинах пластина заказана с aliexpress производительность такой пластины примерно 10 грамм озона в час пластина двусторонняя стоимость порядка 200 рублей 200 400 рублей ценовой диапазон значит что у нас тут имеется блокинг прибыли так вот закрепился к этому этих мультивибратор тоже мартовская схема которая используется в шокерах компании марта здесь у нас самодельный трансформатор 1000 витков вторичка на каркасе от дросселя цветного телевизора который заглаживает чистоту и соответственно сам сама пластина трансформатор идет напряжение напрямую без всяких там умножителей и прочей херни сейчас попробую включить посмотрим как работает вот так работает пластина сейчас мы это видим с другой стороны тоже видно как от стола отражается синее свечение очень быстро комната наполняется озоном значит транзистор у нас нагреваются не сильно гораздо сильнее нагревается сама пластина для того чтобы она работала дольше а тут необходимо будет установить кулер достаточно мощный вот что мы значит еще имеем температуру транзисторов но сейчас уже палец сложно держать приближается там к сотне градусов пластина даже боюсь трогать если честно гораздо горячее две пластины немножко тусклее светится но зато меньше нагрев пластин мощность конечно высоковато для вот этого трансформатор он немного греется также греется дроссель ну и транзисторы тоже но греется не сильно опять же три три пластина озонатор и сейчас мы видим что наша схема их уже к сожалению не тянет перегрев трансформатора на лицо транзистора дроссель 1 я который грелся выкинул по факту мы можем это все наблюдать опа по моему транзисторы все таки накрылись точно слишком высокая мощность оказалась потребляемая вот этими тремя пластинами соответственно схема с транзисторами на и rf 3205 не выдержал такой мощности по нашим экспериментам можем смело заявить о том что с двумя пластинами можем очень неплохо получать 20 грамм озона в час при этом не сильно перегревая пластины и то же время как-то щадить схему трансформатор к сожалению на лучше взять из импульсного блока питания зарубежного там все-таки феррит более проницаемый и больше кпд сможет выдать ну и соответственно вот эти транзисторы их придется установить на радиаторы как они уже неплохо так греются на длительном периоде работы в принципе все вот такой вот получился обзор можно это все дело пихать в корпус и травить каких-нибудь бактерий у себя в подвале безжалостным образом всем пока до новых встреч а такое послесловие только что выпал лобо транзистора проверил их оба они из них остались живы скорее всего пробила трансформатор так как он перегрелся соответственно потерял свои свойства изоляционные эпоксидка к сожалению не мало держать такое высокое напряжение настоятельно вам рекомендую использовать старые модели твс которые без встроенных умножителей вот этот вот твс из цветного телевизора импортный он идет со встроенным умножительным напряжением и сюда он не подходит если вы подключить то по поверхности контура будет пробивать молния соответственно зона вы не получите возможно даже угробите пластину вот такие вот у нас получается дела кстати следующий эксперимент попробую сделать на импортном трансформаторе с ферритом повышенной проницаемости намотаю попробую погоняю ну и соответственно сниму обзор расскажу что там у нас получилось